Получилось, что мы все какие-то противоречивые, у нас сплошные парадоксы. С одной стороны, возможности общения, с другой стороны, в связи с геополитическими катаклизмами, страшные проблемы коммуникации, когда этнические конфликты могут привести к войне, к кровопролитию и так далее. На этих конференциях все эти силовые структуры как раз рассказывали нам о своей очень важной работе, как они разведывают планы террористов, как они предупреждают акты, теракты. Вы сами понимаете, что если даже все их усилия сведутся к тому, что они предотвратят один теракт или спасут жизнь одного человека, это уже будет достаточно и оправдает все их усилия, затраты и так далее. Потому что по Достоевскому, если это один человек, все равно это и без Достоевского тоже. Если этот человек ваш сын, брат, дочь и так далее, отец, мать, ну любой человек, он самооценен, поэтому все они делают очень важное. Но я поставила вопрос так, что, во-первых, не забывайте о языке. Вообще, мемента лингва – это мой любимый девиз стал. Помните о языке. Дело в том, что язык, который по большому счету правит миром, все наше общение зиждется на языке. Если бы не возможность общаться, если бы не такое сложнейшее, изумительное средство, как естественный человеческий язык, мы бы с вами все еще сидели в пещерах и гладали бы к сырой кусти. Почему? Потому что если бы мы не могли передать наш опыт, если бы не было функции языка как хранителя и передатчика информации, соответственно, мы бы не могли ничего достичь. Понимаете? Только потому, что мы передавали и передавали, каждое следующее поколение получало то, что узнало, познало и осознало предшествующее, и шли дальше. И будущее человечества тоже, у меня нет сомнений, зависит от возможности общаться. Но у языка есть одно опасное свойство. Он обманчиво общедоступен. На родном языке говорят все. Умные, глупые, образованные, необразованные. Любые люди все говорят на родном языке на определенном уровне. Но они всегда могут сказать, не хочу котлеты, а хочу блины. И вообще любую такую бытовую какую-то ситуацию разрешить. Но он обманчиво доступен и о нем забывают. Вот мы, он настолько часть нашего «я», что мы не осознаем его роль в нашей жизни. И поэтому я придумала такое сравнение, что язык как дыхание. Вот кто из вас сейчас думает о том, что мы все дышим? Вот мы сейчас сидим и дышим. И совершенно об этом не думаем. И это не осознаем. Но если дыхание прервать на несколько минут, то станет очень заметно. Язык то же самое. Он не терпит игнорирования, забвения. Он очень жестоко мстит. Вот, между прочим, с русским языком – это отдельная тема. Сейчас такое происходит, потому что мы немножко забыли о русском языке, и чрезвычайно увлеклись глобальным языком, языком международного общения. До идиотизмов, до полного уродства и так далее. И мы еще получим. Потому что если язык слабый, то он формирует слабую нацию. Потому что язык не только зеркало культуры, не только отражает мир вне человека и внутри человека, он еще и хранит, и передает информацию, и еще творит носители языка. Мы все пленники и рабы своего родного языка. Мы просто это не сознаем. Но это тоже очень интересная тема, но совершенно другая. Так вот, возвращаясь к нашей теме национальной безопасности, если все это поднять во внимание, в том числе функции языка, как орудия культуры, как инструмента культуры, который творит личность нашу. Тогда получается, что надо искать корни вот этой агрессии и ксенофобии, которая сейчас угрожает миру. Не только лечить болезнь, как это делают силовые структуры, которые нам подробно рассказывали, сколько тратило в день там тратится, сколько людей убивают в терактах и так далее. А вот откуда это берется? Почему люди, вместо того, чтобы хлопать в ладоши от радости, жить в дружбе и мире, раз они могут общаться с любой точкой Земли, с любым человеком, интернет, его величество, пришествие интернета, перевернуло нашу жизнь? Сейчас невозможно представить себя уже без интернета, без мобильного телефона, как мы жили, непонятно. Но надо еще задуматься о профилактике этой болезни, а главное – о поисках корней. И я, как этот самый учитель танцев в старом фильме «Золушка», помните, когда происходили какие-нибудь катаклизмы в жизни Золушки и принца, его спрашивали, что надо делать, он всегда говорил, конечно, танцевать. Но вот я, как человек, всю жизнь занимающийся языком, в таких случаях говорю, «Надо посмотреть на язык, что там в языке делается». Я посмотрела, и это приблизительно то, что я нашла. Если кто-нибудь побежит по этой дороге и найдет еще много-много всего, это будет счастье для всех нас. Может быть, это кого-то остановит, хоть одну руку, хоть одну, не знаю, гранату не бросит кто-то, себя не уничтожат смертники и так далее. Но, к сожалению, обнаружилось, что в языке огромный запас агрессии, ксенофобии и всяких средств, которые вызывают именно это. Сейчас я пройдусь по этим средствам. Нельзя объять необъятное, вряд ли я скажу все. Но что-то такое, что я увидела, я скажу. Спасибо вам за дни ряд. Вы перестали делать домашние задания, и только одна из вас передает смс-ки. Но это нормально. Извините, я не думаю, что я такая мелочная. Смотрю за каждым. Но просто я всегда особенно смотрю за последним рядом. Раз туда пошли, значит, что-то такое будет. Но, с другой стороны, это все ерунда. Мне даже стыдно, вы подумаете, фу, какая мелкая. Так вот, обещаю заднему ряду, что больше на вас ни разу не посмотрю. Вы делаете, что хотите. Я решила начать с самого начала, с самого детства. Потому что, вообще-то, если бы в детстве как-то все поставить, устроить, то многие вопросы бы решились. Потому что они закладываются в детстве. Ну вот, детство. Я буду два языка использовать. Русский – мой родной, и английский – мой неродной. Изучаемый бесконечно и никогда не изученный до конца. Все равно никем. Но это уже тема по методике преподавания иностранных языков. Это другая тема. Так вот, колыбельные. Что слышит ребенок первый раз? Колыбельные песни, которые поет его мама. Вот моя мама пела мне колыбельную песню, классическую, которую я пела потом своим трем детям, а мне трое детей пели своим семи детям. Всем вместе, у них семеро детей. Потому что это была семейная такая. Ну, это написал эту казачью колыбельную Михаил Юрьевич Лермонтов. И, наверное, со времен, когда он ее написал, так вот в России пели эту песню. А начинается она со слов. Я очень хорошо знаю мотив. Знаете, когда песню знаешь как песню, потом трудно ее декламировать как стихотворение. Так и тянет на то, чтобы ее спеть. Но я не буду вас мучить пением колыбельной песни. Вдруг вы заснете и придете в состоянии гармонии с лектором таким образом. Так вот. По камням струится телек, плещет мутный вал, злой чечен ползет на берег, точит свой кинжал. Но отец твой старый воин закален в бою. Спи, мой мальчик, будь спокоен, баюшке бою. Дальше идет очень хорошая такая материнская песня. Богатырь ты будешь с виду, казак душой провожать тебя. Я выйду, ты махнешь рукой. Я сидельца боевое шелком разошью. Спи, дитя мое родное, баюшке бою. Хорошая песня, но петь ее нельзя теперь. Потому что если в России все будут петь ребенку в ухо, злой чечен ползет на берег, точит свой кинжал, то это начало уже ксенофобии, заложенный, закладывается. Потому что чеченцы, как и все люди на земле, бывают разные. Бывают злые с кинжалами, а бывают добрые без кинжалов. А главное, что это часть нашей страны и часть нашего народа. Вот такой маленький примерчик. Считалочки. Тоже маленькие детки. У меня большая, как вы поняли, коллекция внуков. У меня семь внуков и одна правнучка, потому что старшему внуку 25 лет, и он уже имеет девочку. Вот, и скоро 4 года. Поэтому я хорошо знаю мир маленьких детей. И уже маленькие детки, вот эти песни меняются, одни уходят, другие приходят. А считалочки некоторые живут вечно. И, кстати, по детскому фольклору опубликовано очень много книг, томов, собирают детский фольклор. Очень много американцев делают в этом плане. Одна из тех считалочек, которая выжила во все времена, это вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана, буду резать, буду бить, все равно тебе водитель. Знаете, вынул ножик из кармана и буду резать, буду бить, как-то тоже попахивает насилием. Понимаете? И некоторой агрессией. Но когда маленький ребеночек пухленькими губками, коверкая слова, трогательно все это произносит, мы как-то не думаем об агрессии и ксенофобии, я думаю, какая миленькая девочка, как она уже хорошо знает русский язык. В английском языке то же самое. Между прочим, например, очень известная такая считалка «Десять негритят пошли купаться в море». Все девять из них, из этих десяти, кончают ужасно. Одного разрубают пополам, другого топят и так далее. Ни один из них не кончает свою детскую. Причем по-английски это называется «three little niggas». Ну, по-русски негритят, а значит тоже маленькие негритят. Дети. И вот всех этих детей все дети кончают ужасным чудовищным образом. Это как-то принято. Ну, наконец, в английском языке есть лимрики, которые придумали в Ирландии. Ну, это вроде как наши частушки. Вы, конечно, знаете лимрики, но там тоже много насилия. И это очень смешно считается. И все должны хохотать. Вот там такая у меня есть… Вот она. Повезло, можно сказать. Я нашла сразу. Потому что я нашла ее русский перевод. Их много таких вот, каких-то странный юмор, знаете. Но мы привыкаем и смеемся. И когда рассказываю, очень часто люди смеются. А на самом деле плакать надо, потому что ничего веселого в том, что я сейчас буду говорить, не будет. Ну, вот я вертела, вертела. Ну, ладно. Я так постараюсь прочитать. Я прочитаю сразу по-русски. Близко довольно переведено. Негодяй по фамилии Бет. В старых дев разряжал пистолет. Горожане узнали, пулемет ему дали. В старых дев больше в городе нет. Вот такой замечательный юмор. Вот такой смешной такой лимрик. По-английски абсолютно то же самое. Только именно другие. Там рифмы другие. Но переведено точно. И таких много лимриков. Ну, юмор. Народ веселится, понимаете. А школьный юмор, черный юмор, очень притекательный, поразительно популярный. Причем во всех городах и весях самых разных нашей страны аудитория немедленно продолжала сихотворение. Все это знают. Я просто узнаю от своих внуков, которые учатся в простой московской школе. В разных. Они живут в разных местах. Но никаких там спецшкол, никаких особых элитных этих. Платного ничего нет. Просто вот ближайшая школа. У всех. И у всех одно и то же. Ну вот. Вот теперь я развернула. Нечего читать. Ну и ладно. Аммм. Камешек по камешку мы школу разберем. Директора повесим, а завучего убьем. И дальше идут все учителя. Училку по английскому засунем в унитаз. Пускай ее спасает, английский удалаз. Но это ей повезло, потому что всех остальных учительницу по русскому контрольную писать, а если не напишет, придется расстрелять. И так они расправляются со всеми учителями по одному, со всем предметом. Понимаете? Ну тоже, конечно, и радость, веселье, все смеются. И когда я читаю вот в аудитории, то тоже с трудом сдерживают смех. И главное, что все знают это все наизусть. Черный юмор. Когда дети в лагере или в каком-то турпоходе засыпают одни, вот они рассказывают про черный гроб, про черную руку. тоже тяжелые испытания для детей, у которых там, скажем, психика достаточно тонкая, они боятся этой черной руки, потом не спят, потому что вдруг она прилетит и задушит. Но вот это все мучительство, оно как-то, к сожалению, распространено, и тоже ничего хорошего не несет. Сказки-страшилки. Опять же скажу, огорчаться не надо, все то же самое и в английском языке. Например, в сборнике 50 любимых английских детских песенок. Любимых и детских. Там такая есть песенка, которая звучит по-английски так. Тэффи was a Welshman, Тэффи was a thief. Тэффи came to my house and he stole a piece of beef. Так она начинается. Значит, уэлшман, это переводится на русский язык как валиец, житель Уэльса. И любимая детская английская песенка, маленький англичанин в качестве любимой песенки получает идею о том, как пришел Тэффи, валиец, и украл у него кусок мяса. А потом он пошел к Тэффи, но у него, у того не было дома, он не смог попасть к нему домой. А Тэффи пришел снова и на этот раз украл мозговую косточку. То есть и начинается первая строчка. Тэффи was a Welshman, Тэффи was a thief. Тэффи был валиец, Тэффи был вором. Значит, вот с такого возраста в любимой детской песенке английский ребенок узнает, что валиецы вообще-то воры, и надо от них подальше держаться. И так далее. Так что там все то же самое, а уж книжка «Английские фольклоры», «Английские народные легенды» это вообще ужас. Там прям такие названия, там «Murder stories» и рассказы про убийства, фольклорные, народные, так сказать. Или еще одна такая сказка, которая называется «Shooting at your father's corpse» «Стрельба по трупу отца». Или «Princess who murdered her child». «Принцесса, который убил своего ребенка». Название выговорит страшно и противно, но они вот такой красивый толстый дом, оксфордское издание научное с комментариями, все живет и существует, у меня даже есть на полке. Ну, детки, конечно, любят еще теперь не столько читать, слушать они еще слушают, когда маленькие, они любят смотреть, так же, как и взрослые. Теперь визуальный ряд выталкивает чтение и смотрят они мультфильмы. Мультфильмы в наше время, в наше плохое советское время, были мультфильмы про ежиков, зайчиков, пионеров. И все там говорили правильно и делали правильные вещи. Сейчас вот совершенно другие. Там либо какие-то супермены, которые настолько супер, что уже не мены, так сказать, они уже не люди, они уже какие-то железные снаряды, если это железный человек или стальной человек, или пауки, если это человек-паук. Или главное, какая-то еще монстромания сейчас. Вы заметили, что сейчас идет монстромания в мультфильмах. Есть университет монстров, есть каникулы монстров, есть монстры в Париже, есть монстры против пришельцев, и еще много всяких монстров, и это еще не конец. Вы же сели на это, а детям нравится вот это все такое с душком, такой страшный, притягательный, черный юмор, монстры и так далее. И когда я в очередной раз увидела своих любимых внуков, хорошеньких таких деточек, из приличных, очень образованных семей, они все сидели, и в 48-й раз смотрели монстров на каникулах, которые особенно меня поражали, когда я проходила мимо, там было просто пиршество монстров, они были все какие-то расчлененные, отдельно бегала голова, отдельно скелета, руки, ноги, ну в общем страшный день, совершенно картина. И когда я сказала, закричала на них, сколько можно смотреть этот ужас, этих монстров, вы что с ума сошли? Самый младший из них, Филипок, пять лет было тогда, сейчас шесть, закричал мне, бабушка, ты не понимаешь, монстры хорошие, это люди плохие. Вы представляете, в пять лет у моего родного ребенка в голове идея, что монстры-то хорошие, а люди плохие. Я честно села и посмотрела монстров на каникулах. Просто вот сдерживая себя, меня тошнило от вида оборотней и прочего, которые еще к тому же все в самом ужасном виде. И поняла, что Филипок сказал правду. Дракула главный герой, главный монстр, главный герой. У него, правда, такие вот клыки там торчат, и ясно, чем он занимается по ночам, потому что они еще какие-то окровавленные. Но монстр хороший, а люди, которые там изображаются, живущие по соседству с замком Дракулы, они все совершенно уродливые, и они подожгли какой-то дом монстров в прошлом, где его жена погибла, жена Дракула, погибла бедная женщина, тоже монстр, но погибла от плохих людей. И вот, понимаете, вот этой дребеденью забивается голова наших детей, головы. И они, соответственно, живут с такими вот представлениями. Как вы думаете, что будут они потом в будущем бороться за добро, против зла как-то? Что-то у меня сомнение. Потому что убийство воспринимается как доблесть, если судить по этим фильмам. И так далее, и так далее. Я уж не говорю про то, что раньше в американских фильмах, мультфильмах, которые тоже были очень популярны, носителями зла были часто люди со славянским видом, и со славянскими фамилиями, между прочим. Один самый главный злодей был что-то типа Корнейчук. В общем, на чук качался. Ткачук, Корнейчук, что-то в таком случае. И вполне узнаваемо. Либо китайцы, которых не было китайских имен, но они просто все были одеты в одинаковые мундирчики и беспрерывно маршировали все одинаково. И было видно, что это китайцы. Или славяне. Сейчас, правда, это ушло, но я думаю, в новой политической ситуации может снова прийти и опять вернется. Ну, если говорить... Да, и при этом я завершаю детскую часть, потому что я только хочу сказать, что напомнить, что дети воспринимают язык гораздо острее, чем взрослые. Язык для них свеж. Для детей и иностранцев язык свеж, нов. Они видят внутреннюю форму, они, отсюда всякие смешные детские изобретения, но на самом деле вот в детском возрасте через язык закладывается сознание, закладывается отношение к миру, отношение к людям, и все это очень важно. Но это... Я кончаю сейчас с детскими источниками агрессии и ксенофобии. Перехожу к взрослым, которые гораздо более изощренные и гораздо более серьезные. Ну вот, например, самое простое. Вот берем родной русский язык. Для большинства здесь присутствующих наверняка родной язык. И в этом самом родном языке ну вот есть словарь. Очень хороший словарь Баранова и Добровольского. Называется словарь Тезаурус. Словарь Тезаурус русского языка. В Тезаурусе слова... Тезаурусе слова... Столько хороших примеров у меня на детские глупости. Ну ладно. Вот, нашла. Слова представлены, как известно, тематически по группам. И я взяла такую тему «физическое насилие и физическое воздействие». Значит, это поскольку словарь Тезаурус современной русской идиоматики, там были словосочетания. Ну, фразы устойчивые и так далее. Я посчитала, не поленилась. 98 фраз, которыми русский человек может выразить физическое насилие и физическое воздействие. Пометы имеют стилистические эти 98 словосочетания. Просторечное, жаргонное, неприличное, народное, сниженное, нецензурное. То есть это тот язык, которым пользуется народ. Простонародное, просторечное и так далее. Очень распространенные вещи. Вот я приведу несколько иллюстраций с разными стилистическими пометами. Получить леща, просторечное, пустить кровь в кровушку, просторечное, вдарить, врезать междурок с оттяжкой, сниженное, размазать по стенке, сниженное, бабаху подвесить, отоварить, жаргонное, дать получить табло, жаргонное, дать получить сусало, устаревшее, взять подмикитки, устаревшее, драть, как сидорову козу, народное, кровавая баня, журналистская, натянуть глаз ножей, неприличное. Я не могу только нецензурное. Значит, показывать, что я плохой лингвист. Хороший лингвист, он не смотрит прилично, неприлично, цензурно, нецензурно. Но вы знаете, если вы прочитаете все 98, вам жить расхочется. Это просто страшные вещи, которые мы даже не представляем. При этом еще есть много иллюстраций без помет. Значит, они представляют нечто нормативное, стандартное, общепринятое. И это еще страшнее. Вот некоторые из них, которые без помет пришли. Вот нет стилистических помет. Ни журналистская, ни неприличная, а просто такое обычное, нормальное. Бить смертным боем, не оставить живого места, изуродовать, разукрасить, как бог черепаху, дать получить промеж глаз, рубить в капусту, сделать отбивную котлету, пересчитать ребра. Это такое вот обычное, стандартное. Но в этом словаре, как и во многих тесауросах, эти тематические группы представлены антонимичной. Поэтому сразу за физическим воздействием шла противоположная по значению группа словосочетаний, которая называлась, было четыре слова, чтобы ее назвать. Доброта, безобидность, гуманность и смирение. Сколько, вы думаете, там было слов, словосочетания по сравнению с девяносто-го семью предшествующей? Я не буду, вы все равно не угадаете. Семь. Вот эти четыре слова в заглавии были выражены семью словосочетаниями, и было всего две пометы. Книжная и журналистская. Ни простонаречного, ни простонародного, никакого не было. Я их все зачитаю, все семь. Книжный ангел во плоти и подставить другую щеку. Ну, это библейская, и то, и другое, но назвали книжная. Ладно. Книжная. Журналистская. Одно с человеческим лицом. Это журналистская. Доброта, гуманность, смирение и безобидность. Остальное без помет. Воды не замутит, тише воды ниже травы, душа человек, мухи не обидит. Все. Значит, русский язык предоставляет своим носителям огромный арсенал, жуткий совершенно, слов выражающих все нюансы самых страшных, уродства, изуродований, убийства и так далее, избиения. И всего семь слов, из которых два библейских, два книжных, то есть и одно журналистское с человеческим лицом. Кто это сейчас говорит, я уже даже не знаю. Но неважно. Значит, наверное, шесть осталось уже сейчас. Вот такая вот удивительная вещь, что для выражения насилия и агрессии имеется огромный арсенал языковых средств, который широко и всенародно употребляется. А для доброты, гуманности, милосердия и смирения какая-то жалкая кучка, которая используется иногда журналистами, и это не самые популярные у них темы, на этой теме далеко не уедешь. Про доброту и гуманность особенно не пишут. Они пишут про другое. И в книжном стиле, в котором уже совсем мало кто пишет, а еще меньше читает. А язык, между прочим, зеркало культуры. Посмотрела я учебные словари. Учебные словари пишутся для иностранцев, изучающих язык, поэтому англо-русские словари. Ну, я взяла просто глагол «to kill». Ясно, что если убивать, то там ничего хорошего не жди. Но оказалось, тоже большой разнобой. Ну, кто-то где-то убил цыпленка в каком-то словаре. Один-единственный словарь дал библейскую заповедь «не убей», но там было «do shall not kill», и поэтому по содержанию было хорошо, сказали «не убивай». Но по форме было очень устаревшее, и в учебном словаре не должно было быть библейское выражение. зато «Longman Active Study of Dictionary of English», то есть это «Longman», очень престижное издание, хорошее, и при этом еще для активного изучения. Это слова, которые надо активно знать. Там просто на глагол «to kill» убивать была кровавая драма. «First she killed her husband, then she killed herself». Сначала она убила мужа, а потом убил себя. Вот для активного изучения примерчик. Ну, вы скажете, что все это ерунда. На самом деле никакой ерунды нет.